Это общежитие, в котором мы проживаем. Убранство я покажу после. На любительских кадрах печально известный вахтовый поселок. Так он выглядел до трагедии. Общежитие изнутри и снаружи снял на память бывший сотрудник участка. Сейчас на месте двух деревянных строений пустота. Только след на земле виднеется. Это вот так называемая масленка. Здесь я нынче выдаю людям различные масла. Сейчас эти две постройки сброшены с места и сплющены ударом волны. Человек, который снял поселок прошлым летом, уволился еще до трагедии. Сейчас он также работает на добыче золота. Но уже в другом районе края. Сейчас смотрю видео, фотографии. И теперь прекрасно, когда понимаешь, что поселок находится на районе засопления. Что, по сути, не должна была быть. На тот момент я этого как бы не знал и не замечаю. Сейчас понимаешь, это так и меня. Сейчас мы находимся на участке, где у нас дамба находится ниже поселка. Кто должен был проверять злополучный рудник на предмет нарушений? Этот вопрос мы задали и в администрации Курагинского района, и в Краевом министерстве экологии. Везде нам ответили. Добыча золота – исключительно федеральная ответственность. Даже если местные органы и фиксировали какие-то проблемы, то все, что они могли сделать, это передать информацию в Росприроднадзор. И как раз на сайте этого ведомства говорится, что добывающую компанию проверяли как минимум один раз. Цитирую. В отношении ООО «СИСИМ» нарушения природоохранного законодательства не выявлены. В Краевом отделении Росприроднадзора комментировать это отказались. В холдинге «СИБЗОЛОТО» компания «СИСИМ» входит в его состав. Обещали дать комментарий в ближайшее время. Что касается самого ООО «СИСИМ», то в Следственном комитете рассказали, как еще в сам день трагедии – в субботу – в офисе компании пытались провести внеплановую уборку. Имело место воспрепятствование следствия, так как 19 октября сотрудники общества с ограниченной ответственностью СИСИМ пытались вывести из офиса финансовые документы, системные блоки, но их действия были пресечены сотрудниками следственной оперативной группы, приехавшей на обыски. Сейчас глава компании, а также горный мастер и начальник того участка, где погибли люди, задержаны до суда. Следователи уже опросили 185 свидетелей, провели 6 выемок документов и электронных носителей информации. По делу назначено 15 экспертиз. Уголовное дело по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат ведомства. Мария Антюшева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова